Девушки отдыхают... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ваш кофе. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это Питер. Мой товарищ вышел на прогулку. Он сидит на скамейке. Журналом в руках. Действуйте по плану и не нервничайте. Легко вам говорить так. Ну, хорошо, я передам. Не беспокойтесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, шнурок развязался. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Джентльмены, приготовьте. Будем брать русского. Есть. Они поменялись журналами. М-м-м. Они с Лысым поменялись журналами. Теперь журналы парня в замшевой куртке. Будем брать всех русских. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну все, приготовились к захвату. Я дам команду. Поняли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Руки, машина его. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пошли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА По группе Коди новостей нет? Никак нет, товарищ генерал-майор. Пока никаких новостей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Войдите. Товарищ генерал-майор, американцы схватили группу Коди. Всех? Как? Как это произошло? Толстый работает на обе стороны, ему дали уйти. За нами следили с самого начала операции. Сработали четко сами документы, судя по всему, ДЭЗа. Черт! Александр Михайлович, что в Москву сообщить? Пока ничего. Постарайтесь узнать, куда американцы повезли наших людей. И ждите указаний. Есть. Соедините меня с министром госбезопасности ГДР. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Что случилось? Вручай, Эрих. Американцы только что взяли четырех моих агентов в Западном Берлине. О, черт! Совсем обнаглели. Действуют, как у себя дома. Слушай, а ты можешь организовать содержание четырех американских агентов в Восточном Берлине? Нет, Саша. Четыре-то мелко. Мы задерживаем всех их агентов, которые нам известны. Ты что, серьезно? Вот это разумно. Спасибо, Эрих. Не благодари. Я давно искал повода создать им Перца. Хорошо. О результатах я сообщу. На связи. Начальник контрразведки ко мне. Профессор Химмельштадтс? Да, это я. Что вы от меня хотите? Вы арестованы. Пройдемте с нами. Это ваши таблетки от сердца. Не надо. Не бойтесь. Именно эти таблетки прописали вам в прошлую пятницу. Ты моя милая. Еще раз. Я тебя люблю. Я тебя люблю, Томас. Томас? Какая неожиданность, милый. Кто это Томас? Твоя девушка? Это сцена ревности? Нет. Я пока не его девушка. Наш роман только начинается. К сожалению, милая, я вынуждена прервать ваше свидание. УСМЕХАЕТСЯ Это муж? Не переживай, он будет только утром. УСМЕХАЕТСЯ Черт! Ты же говорила, он будет утром. Спрячьтесь. ИНТРИГУЮЩАЕТСЯ 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 Анна Штрумф? Да. Госбезопасность. Вы арестованы. В квартире есть еще кто-нибудь? Нет, я совершенно одна. А муж будет только утром. Арестована? Как арестована? В последнее время люди меня разочаровывают. Все стандартно. Шкаф, кровать, балкон. Никакой фантазии. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК Да, Коротков. Саша, это Милькия. С тебя еще коньяка, желательно армянского. Мы взяли 42 человека. Ого! Отличная работа, Эрик. Коньяк будет у тебя завтра. Уже звонили, кстати, из американского посольства. Можешь начинать переговоры. Спасибо тебе большое. Не ожидал, что так быстро. Ничего. Будет возможность. Сочтемся. Удачи. Мистер Коротков. Эти аресты американских граждан незаконны. Эти люди должны выйти на свободу завтра же. Вы нарушаете закон. Нет, это вы, мистер Харт, нарушили закон, задержав моих агентов. Вам должно быть известно, что спецслужбы ФРГ имеют право арестовывать граждан только на своей территории. Ваши агенты могут выйти на свободу только при одном условии. Обменять мы можем только всех моих людей на всех ваших. Вы должны понимать, что завтра ваши люди не выйдут на свободу. И держать их там будут до тех пор, пока вы не согласитесь принять все мои условия. Все другие варианты неприемлемы. Хорошо, мистер Коротков. Мы согласны. Отлично. Я предлагаю совершить обмен как можно скорее. Окей. До встречи, мистер Коротков. До встречи. Войдите. Товарищ генерал-майор. Как заказали. Крепкий кофе с сахаром. Усталость как рукой снимет. О, спасибо. Почти пять утра. Вы уже семь часов ведете переговоры. Да, действительно. Но я уже закончил. Большое спасибо. Вы можете идти. Почти пять утра. Что-то еще? Звонили из центра. В общем, там все известно о нашей ситуации. Вы представляете, к чему могли привести аресты 40 американских агентов на территории Германии? Страшно подумать. Международный скандал. А Коротков единолично, не согласовав свои действия с центром, принимает такое ответственное решение. Как он посмел вести переговоры с представителями ЦРУ, не поставив в известность свое руководство? Генерала-майора Короткова мне характеризовали как самого опытного и даже выдающегося руководителя разведки. Да никто не спорит. Коротков в своем деле ас. Прекрасно разбирается в немецких проблемах. Его авторитет и влияние на высшее руководство Министерства госбезопасности ГДР бесспорно. Но ведь ведет себя как... как удельный князь. Он же ничего и никого не боится. Но ведь это же ваш подчиненный, Александр Николаевич. И, как известно, незаменимых людей у нас нет. Если вы считаете, что он взорвался, поставьте его на место. Не так просто. Его опыт и влияние в ГДР уникальны. Он же со многими руководителями на ты. Может решать любые вопросы. На сегодня без большого ущерба для дела. Его никем не заменишь. Вот что, Александр Николаевич. Пришлите ко мне его личное дело. Заинтриговали вы меня своим Коротковым. У меня с собой. Вот. Спасибо. Я ознакомлюсь и дам вам знать. А мы эту пешечку скушаем. Как вам? Пожалуйста. Прошу, прошу. Мы тоже в долгу не останемся. Опа! Я выиграл! Неплохо. Все, Ген, к парте. Спасибо. Ну, привет, чемпион. Здравствуйте. Не устал? Да нет. У меня партнерник пришел. Сыграем? Хорошо. Ну, подавай. Хорош паренек. Сразу видим характер. Да, неплохо играет. Я его тут часто вижу. Играет Генрих Григорьевич, а юноша борется за победу Это большая разница, парнишка-то боец Я видел, он кросс бежал и в футбол отлично играет Хорошо бы нам этого парня в наше Динамо, а? Возьмите его себе куда-нибудь, ну хотя бы в кост-часть И будет за Динамо играть За Динамо? Спасибо вам за игру За Динамо эта мысль неплохая Спасибо, спасибо Вести согласиться А мы пойдем лошадью Опасный вы соперник, Фенианин Леонардович Саша, если я не ошибаюсь Ну да У вас есть какой-нибудь спортивный разряд? Второй, по легкой атлетике А за Динамо хотите играть? Конечно Ну тогда завтра приходите вот по этому адресу Будете у нас работать в хост-части Да, конечно, и Лубянки Динамо это спортивный клуб Ага В октябре 1928 года Александр Коротков пришел на работу в ГПУ Электромехаником-поливком Но уже через два месяца его перевели на работу Дело производителем в иностранный отдел ИНО На протяжении следующих полутора лет К нему присматривались Оценивали Проверяли И к началу 30-х годов прошлого столетия Руководство, отдавая должное Способностям Короткова Приняло решение готовить его Для работы за рубежом Как разведчика нелегала Можете перевести? Это что-то про любовь Так, вот вам домашнее задание Страница 79 Перевод А перевод письменно сделать? Или устно? Письменно сможете? Смогу Если вы хотите пригласить даму в ресторан То вы должны сказать А вы выражаетесь как грузчик Ну, до вас, учителя моего немецкого Был бывший докер из Гамбурга Настоящий портовый грузчик Мы пойдем Поужинать вместе Конечно, нет Я не ужинаю с первым встречным Тогда давайте пообедаем А я выходные занята А давайте сегодня В понедельник Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, уважаемые курсанты Если вы не видите за собой хвоста Это не значит, что вы от него избавились Нет Вот Коротков правильно поступил Он воспользовался проходным двором Но Этот маневр вот с такой бородой Прикурить не найдется? Найдется Товарищ Не думайте, что ваш противник Идиот А как нужно было поступить? А вот если бы Коротков Хоть немного поработал головой И незаметно вернулся на прежнюю улицу То противник Обязательно бы его потерял Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дядя, а ты теперь мой папа? Конечно, конечно Ой, спасибо вам огромное, молодой человек Вы мне так помогли Да ну что вы Это вам большое спасибо Я надеюсь, эти вещи вашему мужу подойдут Подойдут, подойдут, еще как подойдут У него такая же фигура А вот трюк с переодеванием Короткову удался Но Оторваться от наблюдения Курсанту Короткову удалось не потому, что он сменил одежду Одинокого мужчину преследователь обязательно бы вычислил А вот мысль взять на руки чужого ребенка И выйти с его мамой И сделали Короткова невидимкой Думайте, товарищи, думайте Если разведчик хочет жить, работать долго Он должен быть человеком изобретательным Он должен уметь использовать любые подручные средства Пожарные лестницы, крыши, подвалы, чердаки И обращать в свою пользу Любую ситуацию КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Саша, а пить в первой половине дня вас научил ваш докер из Гамбурга? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, он был австрийц из Вены Саша, есть в зубочистке Угу Не смущайтесь, ведь ваш учитель был портовый грузчик Вас можно понять Вы с ума сошли Здесь же люди Могу я рассчитывать на полноценный ужин? Мы только что обедали в ресторане Разве вы уже проголодались? Да ладно, соглашайтесь В немецком попрактикуемся Посмотрим Здравствуйте Здравствуйте Спасибо вам за обед Вот мой дом Я не буду вас приглашать на чай Потому что вы очень торопитесь И очень настойчиво А это не мой стиль Так что давайте прощаться Пришел, увидел, победил Прощайте Вы забыли на колено встать Покажите хотя бы, где ваше окно Чтобы я мог мечтательно вздыхать Глядя на него На последнем этаже, видите? Да До встречи КРИКИ АПЛОДИСМЕНТЫ ВЕСЁЛАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы меня напугали. В окно среди белого дня. Могли же милицию вызвать. Это склонбы? Мои либо юные. Вскоре Александр и Мария становятся мужем и женой. Потом началась работа этой семейной пары советских нелегалов. Франция, Швейцария, Австрия. Годы нелегальной работы показали, что Александр Коротков способен выполнять самые сложные и ответственные задания центра. В 1936 году Александра, оперативный псевдоним Крит, вместе с Марией, оперативный псевдоним Маруся, направляют в Берлин. Официальное прикрытие Короткова сотрудник советского торгпредства. Оперативное задание наладить связь с ценнейшим советским агентом, работающим в гестапо, Вилли Лемоном, агентурный псевдоним Брайтенбах. Саша, оставил бы ты свою советскую привычку. Будь аккуратным. Здесь не принято в Германии благодарить продавца за покупку. Это он должен благодарить тебя за товар. Ученик грузчик. Что ты? Что за страсти? Иногда целовать красивую женщину не только приятно, но и полезно. Я пока тебя целовал, всю улицу успел осмотреть. Понятно. Восстание. Это список всех участников торгова. Все сотрудники НКВД. Валюм, на минутку. Слушай, открыто пришла важная шифровка из Берлина. Ну, наконец-то, что он сообщает? Только по существу. Крит и Маруся провели подготовку встречи с агентом Брайтенбахом. Они запрашивают разрешение на контакт. Какие будут указатели? Добро. Отправьте инструкции, и пусть отработают. Так, продолжим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Разрешите. Прошу. У меня сегодня весь день все падает из рук. У меня тоже бывают такие дни. Благодарю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В то время как нацистская Германия наращивала свой военный и промышленный потенциал, в Советском Союзе заработала беспощадная машина репрессий. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Обличительные речи прокуроров, показательные процессы, так называемые особые совещания и тройки стали кошмарной реальностью тех дней. Под руководством Наркома внутренних дел Николая Ежова были произведены аресты и расстрелы и в чекистской среде. За 37-38-й годы из 450 сотрудников внешней разведки 275 человек были репрессированы и расстреляны. Можете быть один приговор? Расстрел. Смесь безмельником Родины расстрелять? Смесь до одного! Вскоре в кровавое колесо сталинских репрессий попал и сам Ежов. Новым наркомом внутренних дел стал ближайший соратник Сталина Лаврентий Берия. Александра Короткова, как и большинство других разведчиков, находящихся за границей, срочно вызвали в Москву. Мамаша, скажите, а почему таблички с дверей поснимали? Ремонт затевает? Нет, голубчик, не ремонт. Те, кто там заседали, враги народа оказались. Вот оно как. А товарищ Берия их заслуженно наказал. О, Павел Михайлович, здравствуйте. А я к вам только что с аэродрома. Здравствуй, Саша. Хорош, хорош. Ну, а ты сразу с корабля напал. Да? Что-то у вас тут по-другому как-то стало? Потом, потом сам все узнаешь. Новый нарком товарищ Берия как раз весь наш отдел вызвал освещать. Ну, пойдем, а то опоздаем. Угу. Посмотрим, товарищ Зарубин. Мы проверим все факты и сделаем соответствующие выводы. Не сомневайся. Садись. Коротков. Ну, вот мы и до вас добрались. Ишь ты, костюмчик, галстучек. Ну, расскажите нам, как вы стали немецким шпионом? Как вы предателем Родины стали? Товарищ народный комиссар. Это какая-то нелепая ошибка. В Германии я выполнял задание руководства. И нигде, и никогда я не предавал нашей Родины. Мне горько и обидно, что здесь и сейчас перед лицом моих товарищей и вы обвиняете меня в подобных преступлениях. Садитесь! И с вами разберемся! Садитесь, я сказал! Я вас всех насквозь вижу. Не думайте, что сможете уйти от справедливого возмездия за ваши преступления. Всех предателей и агентов врага мы будем выжигать каленым железом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет! Привет! Представляешь, я окончательно превратилась в домохозяйка. Научилась брюки гладить. Рассказывай, что случилось? Сегодня Новый нарком весь наш отдел на ковер вызывал. До сих пор в себя прийти не могу. Мы, оказывается, все шпионы. Представляешь? Васька Зарубина, Ахмеров, я. Да все. Китайские, японские, американские. Я вот немецкий. Успокойся. Скажи, в чем конкретно тебя обвиняют? Какие тут обвинения? Весь отдел у него предателей. Костюмчик ему не понравился. Я ничего не понимаю. Может быть, это донос? Не знаю. Такое бывает в этой стране. Здесь это в порядке вещей. Это ты идеалист. Сашечка, мне страшно. Мне страшно, слышишь? Тебя арестуют. Не знаю. Сашечка. Понимаю, Саша, каково вам сейчас, но помочь больше ничем не могу. Благо, ни о каком шпионаже уже речь не идет. Причина одна. Для работы в НКВД вас рекомендовал выявленный врат народа Герсон. Заместитель предателя Ягоды. А с этим уже ничего не поделаешь. Ну и что? Ну что мне теперь делать? Павел Михайлович, ну что, я тоже враг народа? Ну перестаньте, Саша. Время сейчас такое. Нужно пережить. А там видно будет. Устройтесь на какую-нибудь неприметную должность и не высовывайтесь. Сидите тихо. А там посмотрим. А еще лучше. Забирайте жену и уезжайте куда-нибудь из Москвы. А то Нерон сейчас... Сами знаете, что бывает с бывшими. Главное, чтобы о вас сейчас не вспомнили. А кто же теперь против фашистов работать будет? Или уже не надо? Саша! Да ладно. Спасибо, Павел Михайлович. Пойду я. Пойду я. Спасибо. Спасибо. Сашенька, а ты что так поздно? Пойду я. Пойду я. Извини. Угу. Меня уволили. Как уволили? С работы? Ну, ты знаешь, слава богу. Уволили, так уволили. Не арестовали же. Что? Что ты такое говоришь? Ты... Ты хоть понимаешь, что для меня это значило? Я понимаю, что это для тебя значит. Саша, только не говори с одной таким тоном, потому что я тоже расстроена. Ладно, прости, маленькая. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Что они так тебе сказали? Павел Михайлович посоветовал уехать подальше куда-нибудь из Москвы. Так. И не вызовываться. А ты знаешь, он правильно тебе сказал. Я тоже об этом думала. Саша, давай увеличим. Пойдем завтрак моим в Новосибирск, а? Саша. Какой Новосибирск, а? Ну ты успокойся, я умоляю тебя. Саша, ты подумай хорошо, а? Да ладно, что тут думать? Ты иди спать, а я тебя попью. А давай вместе попьем. Я один попью, ничего. Подумаю. Ты что-то задумал. Я это вижу. Саша, давай завтра уедем, соберем вещи утром на вокзал. Давай сегодня. Ночным поездом я тебя умоляю. Я просто... Просто, понимаешь, я знаю, что вот так увольняют людей. Иногда даже в отпуск отпускают. И деньги им платят. Да какой там деньги? Даже потом арестовывают. Так, я не понял. Ну, с чего ты взяла, что я что-то задумал? Потому что я по лицу вижу, что ты что-то задумал. Господи. Ладно. Ты иди спать. Утро вечера мудренее. Иди, ложись. Правда? Только ты не задерживайся долго, хорошо? Угу. Скажи, а ты точно ничего не задумал? Иди, иди. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Товарищ народный комиссар, я не знаю за собой проступков, могущих быть причиной отнятия у меня чести работать в органах. Очутиться в таком положении беспредельно тяжело и обидно. Обидным увидеться ли? Это каков наглец, а? Человек либо полный идиот, либо... Ладно, посмотрим. Что это мы так рано встали? О, привет. Доброе утро. А я хотел тебя будить. Давай садись, будем завтракать. Доброе утро. Ты завтрак приготовил? Что-то случилось? А я сегодня ночью письмо наркома написал, чтобы восстановили нас службой. Выговорился. И ты знаешь, как гора с плеч. Ты с ума сошел? Как тебе это в голову пришло? Где это чертово письмо, я его сожгу? Да перестань, Маша. Я его уже отвез. Ты с ума сошел? Да Господи! Ты понимаешь, что ты натворил? Это все. Это все, это конец. Мы погибли. Это конец. Все. К 40-му году Гитлер уже захватил большую часть Европы. Москва терялась в догадках. Куда и когда Гитлер твинется дальше? Ведь после проведенных в разведке чисток количество разведывательной информации резко сократилось, так как связь со многими немецкими агентами была утеряна. В том числе остался без связи и Вилли Лемон, который был одним из руководящих сотрудников Центрального аппарата Гестапо в Берлине. Через его руки проходили сотни секретных документов политического, экономического и военного характера. Но передать содержание этих документов Вилли Лемону было теперь просто некому. И тогда он пошел на крайне рискованный и опасный шаг. Он сам решил возобновить контакт с советской разведкой. Газеты! Покупайте свежие газеты! Свежие новости! Новости! Иди-ка сюда. Парень, хочешь заработать 10 марок? Конечно! Тогда опусти это письмо в почтовый ящик посольства. А? 15! То о чем? Я подготовил для вас подробную записку о положении дел нашей резидентуры в Германии. Подробная записка – это хорошо. А если коротко, садитесь. Есть. Если коротко, в Берлине, товарищ нарком, у нас нет на данный момент ни одного опытного резидента. Связь с нашими ценными агентами утеряна, и восстанавливать ее некому. Доработались! Агенты почтой посылают письма с просьбой восстановить с ними связь! Это просто позор! У вас есть какие-нибудь предложения, кандидатуры? Есть, товарищ нарком. Люди есть. Но они отстранены от работы. Иными словами, мы уволили профессиональных разведчиков? Кстати, я давал вам поручение разобраться в деле вашего бывшего подчиненного Короткова. Вы не его имеете в виду? Так точно, товарищ нарком. Вот я подготовил... Подробная записка по делу Короткова, как я понимаю. Я обязательно прочитаю ваши записки. Очень внимательно прочитаю. А пока что вы скажете по поводу Короткова? Товарищ нарком, единственное, в чем можно обвинить лейтенанта Короткова, это то, что для работы в хозчастье НКВД его рекомендовал выявленный враг народа Вениамин Герсон. За время работы в моем отделе Коротков показал себя только с самой лучшей стороны. Хорошо, Павел Михайлович. Восстанавливайте Короткова. Только имейте в виду, за его работу вы отвечаете собственной головой. Есть, товарищ нарком. Разрешите идти? Идите. Алло. Здравствуйте. Говорят из наркомата внутренних дел. Будьте любезны, товарищ Короткова. Да, хорошо. Саша, тебе к телефону. Это с Лубянки. Да, Коротков. Слушаю. Товарищ Коротков, вас завтра к 10 часам вызывает к себе комиссар госбезопасности товарищ Витин. Да, понял. 10 часам. Пропуск будет на проходной. До свидания, товарищ Коротков. Меня вызывают на Лубянку. Наталья Викторовна, 150 коньячку и пару бутербродов с колбаской. Да, и наберите Шелепина, пожалуйста. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Александр Николаевич, а вы внимательно читали дело Короткова? А его письмо Берии тоже читали? Ну, так чего вы от него хотите? Если он даже Берии не испугался. А прочли на следующей странице, как ему увольнение потом за отпуск посчитали. Да. И даже отпускные выплатили задним числом. Вот это номер. Да, я тоже такого не слышал. Кремень твой, Коротков. Кремень. Саша, вам просто невероятно повезло. У меня в руках приказ о вашем восстановлении в должности. Есть специальное задание. Командировка в Берлин. Ваша задача – восстановить связь с нашими агентами в Германии. Их кодовые имена – Корсиканец, Старшина и Брайтенбах. Здесь вы найдете всю информацию. Первоочередная задача – восстановить связь с Леманом. Брайтенбахом. Нашим единственным агентом в гестапо. Затем установить связь с Корсиканцем. Старшим правительственным советником в Министерстве экономики Третьего Рейха. И старшиной. Обер-лейтенантом ВВС в штабе Геринга. Сколько у меня времени? Когда я должен вылететь? Вылететь вы должны послезавтра. Спасибо вам, Павел Михайлович. Идите. Работайте. Есть. Билли Леман? Господа, в чем дело? Вы арестованы. Пройдемте в машину. Господа, это какое-то нетразумение. Объясните мне, в чем дело? Что за бред? Я офицер Дистам. Мои в курсе. Садитесь, пожалуйста, в машину, или мы применим силу. Черт! Хорошо, едем. Там во всем разберемся. Вот, отлично. Прошу. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доктор Арвид Харнак? Да, это я. Чем могу помочь? Здравствуйте. Вам привет от Александра Гиршфельда. Я его коллега. Меня зовут Александр Эрберг. Разрешите войти, здесь неудобно разговаривать. Простите, но я не понимаю, о чем нам с вами говорить. Знаю, что мы давно не связывались с вами, но на то были веские причины. Извините, молодой человек, но думаю, вы ошиблись адресом. Доктор, в последний раз вы встречались с Рубой на батальянской кофейне. Вы заказали эспрессо. Он пил двойной американский. Он просил достать для него некую статистику. Поймите, я не понимаю даже, о чем вы говорите. Если я вам устрою встречу в нашем посольстве, вы мне поверите? До свидания. Мне никакие встречи не нужны. Повторяю, ни с какими американцами я никогда в жизни не встречался. Я их даже в глаза не видел. Значит, вы отказываетесь отвечать на вопросы следствия. Да мне просто нечего вам сказать. Хорошо. Ведите госпожу Мерцель, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Вы знаете этого человека? Нет. Впервые вижу. Что значит впервые? Это же Вилли Лемон. Вы что-то путаете, господин следователь. Это не Вилли. Если вы решили пошутить, то поверьте, это глупая и очень опасная шутка. Фройлин Мерцель. Повторяю, вы знаете этого мужчину? Нет. Вы написали нам письмо, в котором винили своего знакомого Вилли Лемона, офицера гестапо, в преступных связях с американскими гражданами. Но ведь я не про этого человека писала. Мой Вилли Лемон служит в гестапо. Это и есть Вилли Лемон. И он служит в гестапо. Ну, скажите же, что это не вы. Мы ведь с вами даже не знакомы. Я подтверждаю это. На вашем месте, господин следователь, я бы проверил, не служит ли в гестапо еще один Вилли Лемон. Хм. Вы свободны, господин Лемон. Приношу свои извинения. Как это ни удивительно, но в гестапо действительно служит еще один Вилли Лемон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день, доктор. Садитесь. Да садитесь же, нас не должны видеть вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы не заметили, слежки не было? Да вроде не было. Ну, будем надеяться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, мы приехали. Честно говоря, я до последней минуты боялся, что мы приедем прямиком к гестапо. У меня есть к вам убедительная просьба. Если хотите, обязательно условие. Фамилии моих единомышленников не должны фигурировать ни в каких документах. Ну, вы можете не беспокоиться. У каждого из вас есть кодовое имя. Вот вы у нас корсиканец. Забавно. Вы, конечно, понимаете, что я действую не один. У меня много преданных друзей, настоящих патриотов. Все мы считаем, что Гитлер со своими имперскими амбициями ведет Германию к катастрофе. А ваша страна... Наш единственный союзник в этой борьбе. Прошу вас, доктор Харлик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разрешите присесть, господин Лемов. Я не люблю компанию. Вам привет от нашего старого друга. Ты что, глухой? Возьми свою кружку и ко всем чертям катись отсюда. Что-то случилось, господа? Принесите мне еще пиво. Не беспокойтесь, мы с другом просто поспорили. Он сказал, что в рекламном агентстве одного чеха с нас содрали втридорога. А я с ними согласен. Что-то желаете, господа? Пиво господина замыщена. Одну минуту. От кого вы сказали мне привет? Я сказал, что вам привет от нашего старого приятеля Чеха, владельца рекламного бюро. Я вас совсем не так представлял. Меня зовут Александр Эрберг. Я хочу договориться о возобновлении деловых отношений. Фили Лемов. Черт. Наконец-то вы там проснулись. В 1939 году Советский Союз и Германия подписали пакт о ненападении, дружбе и сотрудничестве, оттянув тем самым вероятность надвигающейся агрессии против Советского Союза со стороны нацистской Германии. Но после падения Франции и оккупации других стран Европы с осени 1940-го Москва была крайне обеспокоена концентрацией немецких войск вблизи советских границ. Я тоже курию эту марку сигаретами. Вы что-то хотели? Да. Я хочу сотрудничать с вами. Я хочу работать на советскую разведку. Доктор Харринок вас довольно точно описал. Меня зовут Харр Шульцбойзен. Эрберг, Александр. Знаете, я не знал, что вы будете в форме. По-моему, это неплохая конспирация. Сейчас на улицах много военных. Это очень разумно. Надеюсь, я и мои товарищи смогут быть вам полезны. Я в этом не сомневаюсь. Как видите, качество снимков позволяет нам с точностью определить, где находятся советские аэродромы. База с горючим, боевая техника, склады и заводы. Разрешите? Проходите, лейтенант. Вы опоздали. Прошу прощения. Проходите. Итак, первоочередные цели расположены в 16, 22 и 37 километрах от границы. Всего таких целей 47. Мы должны вывести их из строя в течение первых двух часов после начала боевых действий. Александр Коротков, работавший в те годы под именем Александра Эрнберга, за короткое время сумел восстановить утерянную в предыдущие годы связь с главными членами немецкого антифашистского подполья и активизировать их деятельность. Позже эта структура войдет в историю мировой разведки как красная капелла. От своей агентуры Коротков получал неопровержимые сведения о будущем нападении Германии на Советский Союз и даже о точной дате этого нападения. Ты заметил, как изменился город? Был такой гостеприимный, уютный. А теперь светомаскировка, патрули, бомбоубежище. Они готовятся к большой войне. Видео, даже на улицах обсуждают, что скоро Гитлер пойдет до востока. Нашу землю уже делят. Это делают специально. Чтобы мы считали, что это дезинформация. Раз все говорят, значит, это слухи. Саша, то, что я скажу, чрезвычайно важно для нашей страны. Я знаю, ты меня поймешь. Я тебя хорошо изучил. Ты честный, настоящий коммунист. Я даже не боюсь, что ты напишешь на меня донос. Ты же не напишешь, да? Сталин боится войны. Очень боится. Все директивы, которые мы получаем из Москвы, явно говорят об этом. Идти немцам на уступки во всем и вся. Начиная с ценнотовар и заканчивая новыми границами. Сталин чувствует, что немцы готовят войну. Но он не хочет в это верить. Ты понимаешь это? Я знаю, что в Москве боятся докладывать мои донесения наверх. Но почему? Сталин боится войны. Он же 10 лет к ней готовился. Может, он знает то, чего не знаем мы? Может, он думает или знает, что наш солдат хуже обучен, чем немецкий? А их командиры сильнее наших? Саша, ты не об этом думай. О том, как сделать, чтобы наверху поняли, что война неизбежна. И она вот-вот начнется. Ты должен написать лично Берии. Ты думаешь, он не побоится такой доклад Сталину отнести? Не знаю, Саша. Не знаю. Но попробовать нужно. Таким образом, основываясь на агентурных данных из армейских и политических кругов Министерства финансов и экономики, можно с уверенностью говорить о готовящейся крупномасштабной военной акции против нашей страны. А вы доверяете своим источникам? Да, товарищ Берия. Угу. Полностью доверяете? Так точно, товарищ нарком. А вы готовы сделать доклад товарищу Сталину? Лично? Да, товарищ Берия. Я готов. Хорошо. Я организую вам встречу и распоряжусь, чтобы ваш доклад лежал на столе у товарища Сталина немедленно. Вы свободны. А известно ли вам, товарищи чекисты, что наши страны подписали договор о ненападении? Или вы ставите под сомнение государственные договоренности? Ни в коем случае, товарищ Сталин. Но игнорировать разведданные, тем более в таком количестве, тоже нельзя. Значит, вы, товарищ Фитину, уверены, что Германия собирается напасть на нашу страну? Да, товарищ Сталин. Я со всей ответственностью могу... А вы понимаете, что такое со всей ответственностью? Я вас последний раз спрашиваю, товарищ Фитин. Вы считаете, что 22-го июня Германия нападет на Советский Союз? Так точно, товарищ Сталин. Германия готовит нападение... Чушь собачья. Из всех немцев можно верить только одному Вильгельму в пику. Это наглая провокация. Идите и еще раз все перепроверьте, как следует. Время покажет, кто из нас был прав. 22-го июня 1941-го года точно в тот день, о котором советская разведка предупреждала Сталина, нацистская Германия напала на Советский Союз. Удар застал страну Советов в расходе. Разведка во все времена была глазами и ушами политиков и военных. Каждое более или менее важное внешнеполитическое решение принималось только после тщательного анализа добытых разведкой данных. Но на этот раз к тревожным сообщениям разведки в Москве не прислушались. В том числе и к сообщениям Короткова, в которых точно называлась дата нападения фашистской Германии на Советский Союз. В день начала войны Советское посольство в Берлине было блокировано плотным кольцом эсэсовцев. Никто не мог покинуть территорию посольства. Исключение составлял лишь друг Короткова, дипломат Валентин Бережков, который был назначен представителем по связям с МИДом Германии. КОНЕЦ КОНЕЦ Саша, ты видел, они еще автоматчиков пригнали. Оцепили все посольство. Валь, мне позарез нужно вырваться в город. Но... Я знаю, тебя назначили для контактов с немецким МИДом. Нет, нет, еще раз нет. Даже не думал. Поверь, если бы это не было так важно, я даже бы не стал тебя просить. Это так важно? Ты даже не представляешь. Я выезжаю под конвоем только. Я еще, правда, на посольской машине. Со мной ездит один и тот же офицер. По-моему, оберштурмфюрер Асс. что он за человек? В общем, нормальный мужик. Вроде... без фанатизма. Так, вот что мы сделаем. субтитры. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Знаете, господин Оберштонфер, поймите меня только правильно, вы мне нравитесь, вы очень честный и порядочный человек. Дело в том, что нам запрещено возить с собой больше сотни марок, а я накопил почти полторы тысячи. В общем, я хочу отдать все свои накопления вам. Вы серьезно? Это большие деньги? Я в растерянности? Мне все равно придется отдать эти деньги. Так уж лучше и вам, чем Рейху. Спасибо, господин Бережков. Никак не ожидал. Может быть, и я могу чем-нибудь помочь вам? Услуга за услугу? Мне нет, но вот моему хорошему другу вы бы могли помочь. Видите ли, он человек неженатый, и у него в Берлине есть девушка. А-а-а. Он так хочет попрощаться с ней, ведь они теперь долго не увидятся. А он накупил ей два чемодана подарков. Сами понимаете, война. Значит, дела сердечные. Хорошо. Я помогу вашему другу. Мои подчиненные уже привыкли, что я вожу русских, так что одним больше, я думаю, одним меньше. Все в порядке, Ротенфюрер? Все в порядке, господин Оперштурмфюрер. Можете проезжать. Можете проезжать. Пропустите. Момент. Ротенфюрер Шнитке. Господин Хайнеман, радио включить, пожалуйста. В это время передают хорошую музыку. Есть? Так точно. Прошу прощения за задержку. Можете проезжать. Можете проезжать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не задерживайся. Ждем тебя в пять. Угу. Боюсь, это наша последняя встреча, доктор. Я понял. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чемоданная рация. Шифры, деньги и батареи. Будьте осторожны. И удачи вам. Здесь рация, батареи, 30 тысяч рейсмарок. Так, связь держите. Поговорю на схеме. Сеансы связи старайтесь проводить из разных мест. Для вашей же безопасности. Не волнуйтесь, я помню ваши инструкции. Прекрати пялить. Не видел, как ты ловится? Я прошу прощения. Первое, что пришло в голову. Будем считать, это наше прощание. Договорились. Жаль, что так случилось. Мне тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долго тебя не было. Ты помедленнее не мог? Любовь не терпит спешки. Ну что, попрощались с любимой? Да, попрощались. Хорошая девушка. Сказала, что будет ждать меня хоть всю войну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, ей не придется долго ждать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не беспокойтесь, господа. О нашей поездке никто никогда не узнает. Может, придет время, и мне зачтется эта маленькая услуга. Вы уж не забудьте, если вдруг снова будете в Берлине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После возвращения в Москву Коротков работает с немецкими военнопленными, вербуя их для работы в Германии. В 1942-43-м годах длительные командировки. Сначала в Афганистан, потом в Иран. В 1944-м и 45-м годах его дважды забрасывают на Балканы в расположение партизанской армии Иосипа Брос-Кита. Архивы СВР до сих пор не раскрывают содержание секретных встреч с югославским лидером. В мае 45-го Коротков вновь отправляется в Германию с правительственным заданием мирового значения. Обеспечение безопасности и психологическая обработка членов немецкой делегации. Генерал-фельдмаршала Кейтеля, генерал-полковника Штумпфа и адмирала Фридебурга, которые от имени Германии должны были подписать акт о безоговорочной капитуляции немецкой армии. Господа, вам выпала великая честь закончить эту бессмысленную войну. Вот акт о капитуляции. Когда вы его подпишете, наступит долгожданный мир. Вы спасете сотни тысяч жизней. Этот акт о капитуляции можно смело назвать актом мира и спасения. А что будет, если мы откажемся его подписать? Господин Кейтель, я хотел бы переговорить с вами лично. Прошу вас. Если акт о капитуляции не будет подписан, то вся мощь Красной Армии и союзников обрушится на остатки немецких войск. За несколько дней сотни тысяч немецких солдат и множество мирного населения будут уничтожены. Вспомните Дрезден. Американцы сравняли его с землей. Если сегодня же вы не подпишете акт о капитуляции, всю Германию ждет. Его участь. Но это еще не все. Между правительствами СССР, Великобритании и США существует соглашение, что если акт не будет подписан, то вся Германия, как самостоятельное государство, навсегда прекратит свое существование. Но если сегодня мы с вами положим конец этой бессмысленной войне, Германии будет гарантировано сохранение национального государства. Таким образом, господин Кейтель, в ваших руках не только жизни сотен тысяч немцев. Жизнь всего немецкого государства поставлена на карту. А какова будет моя судьба после подписания? Ну, безусловно, от вашего поведения и ваших действий зависит и ваша судьба, и судьба вашей родины. Еще раз хочу подчеркнуть, что вам выпала великая честь и великая ответственность за судьбу Германии, всех немцев, живущих сейчас, и их будущих поколений. Вам решать, быть Германией или не быть. Это редчайший случай в истории разведки. Действующий разведчик запечатлен в хронике. Вот он, Александр Коротков, за спиной фельдмаршала Кейтеля. После капитуляции к Германии специальная группа, действующая под руководством Короткова, предотвращает ряд терактов, подготовленных бывшими сотрудниками нацистских спецслужб. После возвращения из Германии в Москву в 1946 году Короткова назначают руководителем нелегальной разведки. Многие разведчики, которые работали под руководством Короткова в сложные годы Холодной войны, называли его королем нелегалов. Но для своего начальства он часто бывал неудобен, отстаивая свою точку зрения. Примечательно, что в период острейшей вражды между Сталином и югославским лидером Кита все советские граждане, имевшие югославские награды, были обязаны сдать их. Говорят, что единственным человеком, который ослушался приказа, был Александр Коротков. При этом он не только уцелел, но и сохранил свою должность. Кардинальные перемены происходят и в личной жизни. В начале 50-х годов прошлого века Коротков расстается со своей женой Марией Вельковыской и связывает свою судьбу с Ириной Басовой. В 1956-м, во время восстания в Венгрии, он чуть не погиб в уличных боях. Его шинель оказалась простреленной в 12 местах. В 1957-м году Коротков получает новое назначение. Представитель КГБ при Министерстве госбезопасности Германской демократической республики. Этот пост в то время был чрезвычайно важен. В годы Холодной войны именно здесь проходила горячая линия между Западом и Востоком. Но именно Коротков был человеком, способным держать эту ситуацию под контролем. За годы работы в ГДР руководимый Коротковым аппарат провел несколько десятков секретных операций. Интересен случай, когда в 1961-м году он решился на дерзкий и беспрецедентный по тем временам шаг. Не поставив в известность Москву, обратиться к министру госбезопасности ГДР Эрику Мильке с просьбой задержать находившихся на территории ГДР граждан США и, вступив в переговоры с представительством ЦРУ, обменять их на четырех советских разведчиков, арестованных накануне в Западном Берлине. Операция была проведена успешно, но вызвала крайнее недовольство Москвы. Разрешите? Проходите, Александр Николаевич. Присаживайтесь. Увлекательное чтение, я вам скажу. Не хуже шпионского романа. Дело Короткова. Что-то от него в последнее время одни неприятности. Что опять такое? Да, в общем, скандал. Фролл Романович, не хотел вам говорить? Да нет уж, вы говорите, раз начали. Ну вот, буквально вчера получил донесение из Карлсхорста. Оказывается, Александр Михайлович покрывает алкоголика майора Старкова. Вы можете себе представить, тот всю ночь на своем автомобиле в пьяном виде носился по Берлину, нарушил правила дорожного движения, скрылся от полиции. И какой же русский не любит быстрой езды? Да уж, вот так у немцев и складывается облик советского офицера. А Коротков нет бы выгнать в зашеи этого алкоголика. Он даже не сообщил об этом в пьющем событии. Просто удельный князь какой-то. Кстати, вы знаете, что он бросил свою жену и двоих детей? Женился на другой. Вот такой пример он подает своим подчиненным. Нет, я высоко ценю его заслуги, но... одни неприятности. Фролл Романович, вы бы побеседовали с ним по партийной линии? Профессионал он бесценный, никто не спорит. Но над партийной дисциплиной ему нужно поработать. Хорошо, Александр Николаевич, я вызову его для беседы. Ну, а теперь перейдем к нашим текущим делам. просто мальчишество какое-то. Я устала вам повторять одно и то же, одно и то же. Ну, остановитесь, поберегите себя. ведете себя как самоубийца. Если вам плевать на свое здоровье, на свою жизнь, ну, подумайте хотя бы о том, кому вы так дороги. вы же знаете, что вы мне небезразличны и пользуетесь этим. Простите меня, Оленька. Я по-другому просто не умею. Остановка это смерть. Меньше всего мне бы хотелось вас видеть огорченной и расстроенной. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я что? Я сегодня же попрошусь перевести меня в Москву. Я больше не могу видеть, как вы себя убиваете этой работой. Да ладно. Все будет хорошо. Верьте мне. Да, войдите. Разрешите, товарищ генерал-майор. Извините, я позже зайду. А что у тебя? Телефонограмма из Москвы. Вас вызывают в ЦК. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сейчас Паша с Олей придут. И опять куришь. Ир, мы вместе всего ничего, а ты ведёшь себя, как будто прожили лет сто. Слушай, может, отменим, а? Два дня назад как только прилетели. Ну, ты же Пашу столько не видел. Ты что, плохо себя чувствуешь? Да нет, всё нормально. Так. Готовь в лоб, братуха! Паша, ну что вы как дети? Ну что как дети? Мы иногда просим, когда в последний раз с Аней в дурака играли? Когда это было? Лет, лет двадцать назад, да? Ну да. Двадцать лет. Он мне такого щелбана ответил. Меня до сих пор в ушах звенит. Ничего-ничего, проиграл так проиграл. Давай. Ну, давай. Ещё по одной. Сашенька мой. Давай выпьем. Давно не виделись. За встречу. Паша, у тебя режим. Режим, Оль, какой режим? Всё нормально. Я родного брата раз в сто лет вижу. Тогда мы тоже с вами. За встречу. За встречу. За встречу. Сань. Что ты на последний раз? Спой, пожалуйста. Да, Саша, ну, пожалуйста, спой. Нет, ребят, я честно говоря... Саша, спой. Нет, нет, Саша, пожалуйста. Саша, пожалуйста, мою любимую, пожалуйста. Я тебя сто лет вижу. Саша, спой. Ну. Зачем, зачем Сердцем томиться Тоскою путь Своя мрачать Не лучше ласками Убиться И глупками Не ревнуй Не сердись Не ревнуй Приласкай Да поцелуй Браво, Сашенька, браво! Молодец, братуха. Молодец. Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте. Читал тут ваше дело? Угу. Скажу, невозможно оторваться. Да, наверное. Мне самому хотелось бы хоть разок взглянуть. Ну, как там погода в Германии? Погода довольно ненастная. Я думаю, что впереди нас ждут буря и ураганы. Присаживайтесь. Скажите, генерал, почему вы принимаете важные решения без уведомления вышестоящего руководства? Вы возмутительным образом превысили ваши полномочия, обратившись напрямую к министру госбезопасности ГДР с просьбой, которая целиком находится вне вашей компетенции. Что скажете на это, генерал? Извините, вы можете сначала ответить на мой вопрос? Это поможет мне объяснить ситуацию, которая у нас возникла несколько дней назад. Пожалуйста. Скажите, сколько времени вам понадобилось бы, чтобы принять решение по этому вопросу? Четыре-пять дней. Спасибо. Теперь отвечаю. 17 июля в Западном Берлине было арестовано четверо наших агентов. Согласитесь, что такое случается нечасто. Я действовал в нарушении установленных правил только по одной причине. Не дать противнику опомниться. А главное, совершить задуманное. Я полагал, что арест наших людей это повод для международного скандала, который задумали или американцы, или немцы. Идет война. Холодная война. И на любой войне бывают ситуации, когда решение нужно принимать. Немедленно. Поэтому в ответ, по моей просьбе, товарищ Мильке арестовал несколько немецких и американских агентов на территории Восточного Берлина. Мы поставили противника в ситуацию, при которой у него уже не было возможности выбора. И он начал играть по моим правилам. И через семь часов после долгих переговоров произошел обмен. Мы не только спасли наших людей от тюрьмы, но и не дали нашим врагам возможность развить международный скандал. Мы решили проблему под ковром. Среди спецслужб это обычная практика. Тут главное, кто кого переиграет. В данном случае мы переиграли американцев. Но если бы мы ждали указаний из Москвы четыре или пять дней, как вы только что сказали, последствия были бы катастрофические. Мог возникнуть огромный международный скандал. И у нас заняло бы очень много времени и сил, чтобы вернуть наших людей обратно. Я полагаю, что некоторые правила должны иметь исключение. Данный случай, на мой взгляд, подпадает под такое исключение. Возможно. Идите. Вам сообщат о нашем решении. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дожал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Саша, ну, как все прошло? Ты знаешь, я сам не понял, но, по-моему, все хорошо. Ну и слава богу. Я так за тебя волновалась. Да ладно. Где наша не пропадала? Саша, а давай сегодня вечером в современник сходим? Паша с Олей, говорят, нам спектакль хороший дают. Я только за. Но я сегодня с Серовым в теннис поиграть договорился. Может быть, отменишь? Ну, давай вместе побудем. Понимаешь, надо расслабиться после всей этой нервотрепки. Ну, и перед Иваном как-то неудобно. Завтра. Завтра обязательно сходим в современник. Ты не помнишь, куда я положил свои ракетки? На ракетку. Ничего, ничего. Сейчас отыграюсь. Попробуй. Саш, ты чего? Тебе плохо? Ничего. Ничего, все нормально. Сейчас пройдет. Ладно. Тогда подавай. Александр Коротков говорил, что теннис во многом похож на жизнь. В этой игре необходимо твердо держать удары соперника, рассчитывать силы, бить и вновь ожидать нападения. Он так и жил, не боясь рисковать, подвергаясь смертельной опасности, отдавая все силы служению Родине. Коллеги-разведчики в знак высокой оценки его профессионализма дали ему прозвище Король Нелегалов. Александр Михайлович Коротков скончался от разрыва сердца во время этой игры в теннис. Ему было всего 52 года, 32 из которых он отдал делу нелегальной разведке. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...